ГОСТЬ НА МОЁМ ТВ ГОСТЬ НА МОЁМ ТВ ГОСТЬ НА МОЁМ ТВ ГОСТЬ НА МОЁМ ТВ Ребята, вопрос в первую очередь такой, мы сегодня спорим, когда, ну ты тем более преподаватель, когда студенты, собственно, более творческие, тогда или сейчас? ГОСТЬ НА МОЁМ ТВ творчество мы не можем сказать что они все творческие то самое главное что они хотят творить и не умеют творить они могут творить и у них есть желание творить это самое главное неважно когда хоть это было ли 10 лет назад хоть это будет 10 лет в будущем все равно будет так что студент будет что-то творить ему всегда будет есть что-то казаться что он что не сказал что-то надо сказать именно в то время когда он живет я думаю что они ставлю творчески Всегда. Когда надо сказать «да». Анна? Да. Вы знаете, уже не первая пара у нас появляется в студии. У нас, считай, мы с Васей Синяковым встречались на микринге. Он сказал, что свою жену он нашел тоже, собственно, в творчестве. Пирожкова, Акимова были, да? Сегодня еще... Ну, все вроде бы, да? Да, и вот так вот, если вспомнить. Ну, Оксанка Шматенок, та же самая, которая за Ваню Бакланова ушла замуж. Они тоже познакомились в студенческом творчестве. И до сих пор вместе, и это, слава богу, это прекрасно, потому что творчество их... Сплотило. Свело, свело. Сплотило практически как много. Ночные репетиции коллектива. Говорят, у нас есть ролик, можно посмотреть один замечательный ролик, сейчас поймем о чем. Потому что мы уже, понятно, что фактуру показали, значит, будет, наверное, что-то другое. Можно ролик, пожалуйста? ГОСТЬ НА МОЁМ ТВ 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 студенчества, какие у вас есть, какие вот вы помните своих звезд, ваши кумиры, я составляю себе список. Олеся Анимеджицкая. Это основатель... Которая теперь московский режиссер расставит. Спектакль говорит, я в Тюмени не имею, потому что есть дворец. Она работала с производной, тогда еще не было производной, но она была... Первый номер они танцевали, мне рассказывали, назывался номер пиджака, которым она тоже принимала участие. Вау. А, ну? Кого бы перечислить? Кого бы перечислить? Дмитрий Чашков. Пирожкова здесь смотрит, если сейчас не думает. Пирожкова, Ольга Пирожкова. Ну да, не только Пирожкова, да, мой руководитель, моя мама. Я была самой лошадной ученицей в первом ее наборе. У меня ничего не получалось, я стояла в последней линии, но я считала себя лучшей, поэтому считала, что всего добьюсь, и Пирожкова меня заметила. Такой вопрос, чем сейчас занимаетесь? Работаю. Ну, я-то знаю, что ты прям звезда по Шанхаем, по Китаем, моделью дальше, понимаешь? Ну да, тяжелая работа модели. Постоянно эти... Постоянно, да, фотосессии. Эти восхищения, да, эти показы. Евгений. Ну, вы уже меня анонсировали, как вы сказали, я работаю преподавателем в Тименцевом государственном университете. Студенты, конечно, на данный момент уже не смогут посмотреть мое творчество, потому что в этом году как-то мы немножко отошли от этого, а раньше покупали целыми рядами посмотреть, как преподатели танцуют. Это было для них диковинку. То есть с утра я сидел с ними на паре, а вечером они лицезрели на сцене для них, это был абсолютный шок. А вот у меня такой вопрос. В принципе, всегда у студентов, которые творческие, тем более, есть проблемы с преподавателями. Да. Твои студенты творчеством занимаются? Да. Поблажки есть? Нет. Нет, у нас нет поблажек. На... В творчестве мы творческие люди, в учебе мы люди, которые занимаются получением знаний. Там не может быть никаких поблажек. То есть сам пара не пропускает? Я строгий преподаватель. Нет. Пары я не пропускаю. Он злой преподаватель. Я злой преподаватель. Может быть, если студенты смотрят сейчас, обязательно должны на этом акцентироваться внимание и написать, что действительно это так. А вот Николай Патерин спрашивает, а какой город из тех, в которых была российская студенческая весна, больше понравился? Наверное, Волгоград. Это была третья студенческая весна, Их было потом еще пять. Да, да, да. Волгоград очень красивый город, очень хорошо было в Волгограде. А закрытие особенно. Там было феерическое закрытие. Это было на набережной реки Волга. То есть по лестнице стояли зрители, и они смотрели на сцену, а там было красиво. Все было супер. Но там сложно воровать тележки из супермаркета. Хорошо. Мне уже показывают, что времени у нас достаточно много. Я... Что журналистский глупый вопрос? Какие-нибудь интересные случаи студенческого творчества? Помните? Я могу с тобой вспомнить замечательные случаи из студенческого творчества. Не надо. Вот, до сих пор у нас случая. А у меня до сих пор шок, на самом деле. Как могут девочки-модели себя вести на сцене, но это неважно. Ну, понравилось же. Конечно. Случай? Ну, давай, Ану, вы расскажете. Я и так уже себе много рассказал. У меня много случаев. Очень много случаев. Так и рассказы. Делись. Да. Копилки их, свои случаи. Много. Кемерово, например, перед нами. По стульям. Да. Танцуем. Просто репетировали всю неделю на стульях. Сломали их реально на сцене. У нас у каждого человека через каждые несколько секунд ломали стулья. Под конец получилось так, что все запасные пять стульев, которые должны были быть не тронуты вообще, были все на сцене, потому что мы их задействовали. Ребята ломали стулья, мы их выбрасили, доставали новые. Все это проводили технически, но никто даже не заметил. Вот. Во время наступления. Во время наступления. Мы каким-то волшебным образом у нас появлялись новые стулья. Никто не заметил. Я помню, это Кемерово. Я помню, это Таня Автократова, которая пришла в театр и сказала, «Одна ночь репетиции 300 рублей. Что это такое? Почему так дешево? У нас просят 20 тысяч». Ну, Кемерово прекрасный город. Да, подорожник помнит с этим. Более, кто едет в российскую студенческую весну. У нас есть вопросы? У нас есть вопросы от Питера Бандура. Я не знаю, как правильно он управляет. В общем, в каких стилях вы танцуете? У нас эстрадная хореография и современная хореография. Это наш конек. Конек, да, современная хореография. Петя вроде в Майфубе учится, так что, возможно, это твой студент, скорее всего. И вот Евгений Скученко присоединяется по поводу Волгограда. Волгоград рулит, чудесный город, чудесные студвесны. И Николай Падерин у него спрашивает молодость, вспомнил. Ну, я так думаю, диалог этот мы оставим для них двоих. И у нас есть, у нас эфир уже подходит к концу, поэтому у нас есть обязательная фраза для всех наших гостей. Давайте. Я еще до сих пор ее учу, поэтому у нас есть одна камера. Как мы справимся? Смотрите, я Анна Клубук, да, я Евгений Зюбан, смотри мое ТВ, будь в сети. Вот туда вот. Ну, это вместе, конечно, по очереди. Я, я, смотри мое ТВ, будь в сети. Хорошо. Это сложная фраза для моделей. Это очень сложная фраза для моделей. Начинай. Смотри мое ТВ, будь в сети. Да, подожди, сложная фраза. Да что такое-то? Я понял. Я Евгений Зюбан, я смотрю мое ТВ, я в сети. Учись. Так, как еще раз? Я Анна Клубук. Смотри мое, если только надо смотреть мое ТВ, будь в сети. Хорошо. Просто вы по очереди называете я Анна Клубук, я Евгений Зюбан. Я Евгений Зюбан. Я Анна Клубук. Смотрю мое ТВ. Да не смотрю, а смотри мое ТВ. Смотри мое ТВ. В будь в сети. Мое ТВ. Мое ТВ. Ежедневно с 6 до 10 вечера.